Здравствуйте, мои дорогие львы и львицы! Здравствуйте, зрители моего канала! Спасибо тем, кто ставит лайки, оставляет комментарии, ну и за подписку благодарю. И оставляет обратную связь. А сейчас посмотрим, что карты Таро вместе со мной посоветуют нашим львам и львицам на апрель месяц этого года. Так, что у нас тут? Ну, рыцарь жезлов. Это и вы можете быть. Это, конечно же, поездки, решение всяких вопросов, какие-то передвижения. Да, это, возможно, встреча с таким рыцарем для девушек, который может перейти в длительные отношения. Вот такой, возможно, такой энергичный может быть месяц, знаете, когда нужно много успеть, много сделать, куда-то ездить, что-то решать. Первая карта для наших львов и львиц. Девятка жезлов. Это карта, когда, может быть, возможно, нужно будет отстаивать свою точку зрения, свое защищать имущество, все что угодно. Ну, так как у вас уже, возможно, был у кого-то неприятный опыт в этом вопросе, и вы уже будете знать, как действовать, и будете мудро поступать. Будете настроены, конечно, решительно. У кого вспыльчивый характер. Ну, а где вы видели? Льва не со вспыльчивым характером, наверное. Тем более, это огонь. Тоже ваш знак. Сдерживайтесь, чтобы не довести дело до драки. Может дойти. Следующая карта. Иерафант. Если вот этот вопрос, например, будет такой сложный, что-то нужно будет отстаивать, решать, всегда есть возможность, может быть, у вас обратиться за советом к старшему товарищу, к учителю. Кто-то, кто может быть связан с религией. Это, да, может быть и священник. Попросить у него совета. Может быть, вы будете для кого-то вот таким учителем и будете давать совет. Может быть, кто-то из вас и есть учителем. И будет, может, кто-то из учеников будет обращаться за советом. Также карта говорит о получении вести, возможной о наследстве. Также о посещении церкви, любых других религиозных учреждений. И участие в каких-то религиозных обрядах, будь то венчание, крещение. Следующая карта из этой колоды для наших львов. Замечательная карта. Статус. Чаш – это какая-то такая хорошая, замечательная новость, которая вот просто вас обрадует очень сильно. Это какие-то приятные, незабываемые впечатления. Поездки, новости, начало новых отношений, да, предложение руки и сердца. Это новые отношения, которые могут перерасти в длительные отношения. Хорошие эмоции, всё вокруг хорошо, спокойно, незабываемые впечатления. И начало какого-то, может быть, нового, да, отношений или же нового дела, которого, может, дело вашей мечты. Понимаете, что-то, может, начнёте делать то, о чём вы давно мечтали. Старший Аркан Суд. Это карта возражения, прозрения, как ещё говорят, кармическая карта. Окончание какого-то периода, да, может быть, сложного. И начало всегда чего-то нового и хорошего по суду. То есть начало нового периода, движение к лучшему. И карта, когда вы можете вдруг понять, как жить дальше, что будет дальше, и как я так жил, и зачем я так делал, а надо вот так. То есть примите какое-то решение, вдруг поймёте, как вам поступать, делать, жить дальше, например, или в какой-то ситуации. Карта такого возражения, когда вас может осенить какая-то идея хорошая, какое-то вот решение, задачи какой-то. Следующие карты из Колесо Вода для наших львов. На апрель. Четвёрка Жезлов. Карта крепкой семьи. Счастливый брак. Празднование. Стабильность. Когда что-то уже есть, что попраздновать. Что-то получилось, если это в семье чего-то достигли, то, к чему стремились. Есть какой-то уже такой первый заработок, прибыль или этап какой-то работы пройден. Есть что праздновать. Да, свадьба может быть. И в коллективе то же самое. И в доме хорошая обстановка, гармоничные отношения. В коллективе может быть праздник, окончание какой-то сделки, получение прибыли, или просто у кого-то день рождения, или праздник какой-то в коллективе тоже хорошее отношение. Четвёрочка, ой, десятка Жезлов. Эта карта тяжёлая ноша, большая ответственность. Может быть, вероятно, у кого-то из Львов очень много работы, в связи даже с семьёй или с бизнесом. Много очень ответственности. Очень много вы на себя как бы нагрузили, много себе задач поставили. Нужно немножечко притормозить. И карта советует распределить обязанности по возможности дома с кем-то что-то делать, на работе. Иначе это может подорвать ваше здоровье. Будьте внимательны, львы и львицы, ко своему здоровью. Не нужно так усердно работать. Семёрка Чаш. Карта говорит о том, что, возможно, может быть много иллюзий, много соблазнов. Может кто-то будет скучать за любимым человеком в этом месяце, думать о нём, мечтать о нём. Держитесь, может быть много соблазнов, поэтому будьте внимательны во всём и особенно в сердечных делах. Не всё может выглядеть так, как это показывается. Ещё карта из этой колоды. Троечка жезлов. Замечательно. Вы будете строить какие-то планы на перспективы, на будущее. И ваши партнёры, будь то дома, домашние партнёры или же на работе, вас поддерживают. Будете что-то решать, как быть дальше, куда идти, что делать и так далее. Так, следующая колода. Я её так не вижу. Так, ещё карты для наших. Пока всё складывается хорошо. Работа, дом, праздник, перспективы, хорошие впечатления. Следующая карта. Львы и львицы. Старший аркан мир. Ну, что тут скажешь. Замечательно. Вы получите какой-то результат определённый в своей жизни. Вот, кстати, это вот очень похоже тоже на один какой-то уже получение какого-то результата. Что-то у вас... Ну, тут уже посерьёзнее. Здесь уже больше результат по карте мир. Это какое-то окончание какого-то вот дела, финал, окончание. Хороший финал, хорошее дело закончилось. Успех, триумф. Окончание и начало следующего периода хорошего. То есть, по этой карте, пожалуйста, должно всё получиться, всё быть замечательно. И вы будете самодостаточны. Естественно, романтические встречи тоже хорошо по этой карте, по взаимности проходят. И ваши планы, если была какая-то поездка, тоже всё хорошо. Всё принесёт вам удачу. И должны осуществиться ваши планы. Следующая карта. Троечка Пентакли. Она уже у нас светилась. Тоже, по-моему, где-то была. Работа в команде. Вот эта карта говорит о том, что, может, вы что-то будете решать вместе на работе, со своими партнёрами, куда вкладывать деньги, что делать дальше. Точно так же дома, возможно, будете решать, что купить, что не купить, куда вложить деньги, сдача экзаменов или каких-то проектов. Опять же, хороший старт. И хорошо, конечно же, выполненная работа. И эта карта говорит всегда, если вот какой-то вопрос, решайте его в команде, если вдруг у вас будет затруднительная какая-то ситуация. Ещё карта. Четвёрочка Пентакли. Видите, вы с тройки плавно перешли на четвёрку. Это прочный фундамент. Или же, может, вы что-то купите дорогое. В плохой такой форме означает жадность. Или вашу, или по отношению к вам чья-то жадность. Может быть, вы не захотите расставаться с какими-то своими привычками. Не захотите рисковать деньгами, если вам, допустим, скажут их потратить, куда-то вложить. Лучше синиться в руках, чем журав в небе. Сделки можно совершать. Пожалуйста, стабильненько можно. В отношениях может возникнуть такое, знаете, чувство собственности на время. Немножечко такое вот собственническое отношение. И ещё карта для наших львов и львиц. И опять у нас повторение. Это суд. И тут у нас был суд. Эта карта, конечно же, новый жизненный этап, как я говорила. Неизбежность окончания какого-то периода. Новые возможности. Начало нового этапа. Если у вас была какая-то проблема, вы были неюзадачены, то пришло время для её разрешения. То есть проблема разрешится. Это аркан говорит о необратимых переменах. То, что должно было случиться, то и случилось. Чему быть, тому не миновать. Вот так вот. И пришло время открыть новую страницу в вашей жизни. И принять то, что вам приготовила Вселенная. И карта совет из Таро Ангелов для наших львов и львиц на апрель. И мы имеем четвёрочку чаш. Ну, смотрите. Может быть такое, что смотрите, чтобы не упустили какие-то возможности. Если вам что-то будет предлагаться, будьте внимательны. Не упустите. И на вас может напасть тоже как бы в этом месяце скука, недовольство, что-то не так, что-то вас может не устраивать. Вам нужно просто отдохнуть, перезагрузиться эмоционально. И тогда вы увидите, откройте свои глаза. Ой, карта аж упала, вылетела. И вы увидите новые возможности. Они у вас есть. Просто нужно передохнуть. Вот такой получился расклад на апрель месяц для наших львов и львиц. Спасибо вам за ваши комментарии, подписку, лайки. Благодарю. Приятного просмотра. Всего вам хорошего. И до встречи на моём канале. До встречи на моём канале.